Доброе утро! В эфире канал Культура, в студии программы наблюдателя Андрей Максимов. Вы знаете, вот в реестре профессии Российской Федерации нет такой профессии мудрец. На самом деле мудрецов очень мало, но иногда земля русская рождает настоящих мудрецов. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, выдающегося филолога, философа, поэта и настоящего мудреца. Ему и будет посвящена наша передача. Еще раз доброе утро! Итак, сегодня мы говорим про Сергея Аверинцева. Я представлю вам постепенно всех людей в этой студии. Когда эти люди были сейчас гримерные, я подумал, невероятное количество людей с хорошими лицами на одной такой точке. Люди какие-то у вас, у всех какие-то удивительные лица. Наверное, потому что эти люди думают, наверное, потому что эти люди пишут, наверное, потому что эти люди читают книжки. Эфир посвящен Аверинцеву. На студии люди, которые знали его. Я начну с женщины Ольги Александровны Седокова, поэт, писатель, философ, индивидент филологических наук. Традиционный вопрос наш. Вот мы посмотрели новости, которые подготовили корреспонденты новостей канала «Культура». А новость от вас. Какая культурная новость за последнее время вас наиболее впечатлила? Ну, мне обычно впечатляют новости, с которыми мне приходится работать. И это книга итальянской писательницы Антонии Арслан, которой я писал предисловие. Она вот сейчас вышла и была представлена на нонфикшн. Книга называется «Рукопись из Долины Маш». Давайте еще раз назовем фамилию писательницы. Антония Арслан. Это вторая книга ее, которая выходит по-русски. И она итальянская писательница, но с армянскими корнями. Узнала она об этом довольно поздно. Детектив, мелодрама. Нет, нет. Это хроника, историческая хроника, в общем-то, армянской трагедии в Турции. О, как выглядело. И оказалось, она выяснила сама это уже поздно, потому что единственная в ее семье армянский дедушка об этом не хотела рассказывать. Знаете, я думаю, что сейчас наши зрители побежали за листочками, бумажками и ручками. Давайте еще раз им поможем, назовем фамилию, потому что так сходу она не запоминается. Антония Арслан. А книжка называется? Книжка называется «Рукопись из Долины Маш». Это вторая книжка. А первая называлась «Худ ржаворонков». Она вышла год назад, по ней сделан всемирно известный фильм. Это как раз вот обе книги об армянской резне в Турции. Юрий Николаевич Попов, филолог, германист, ведущий научный редактор издательства «Российская энциклопедия». Новость от вас. Из последних впечатлений, примерно две недели назад мы побывали, вместе с женой побывали в театре «Женовача», где смотрели его новый спектакль «Москва-петушки». Очень хорошо поставлено, большое впечатление произвел спектакль, очень хорошо поставлено. И замечательный главный герой. Вы сразу начали улыбаться, как только вы сказали название спектакля. Да, это такая немножко книга. Когда-то мы это читали все в сам издате в 70-х годах. Я помню, когда мы принесли эту книгу профессору Лазареву, он был так сильно впечатлился. Сказал даже такую фразу, шутливо, говорит, ну что по сравнению с этим вся мировая литература. Ну, это шутка, конечно, была сказана, но очень сильная. В каждой шутке есть даже шутка. Там замечательный актер, который, мне кажется, очень как-то аутентично воспроизводит образ главного героя. Ну, соответственно, это автор этой повести. Ректор Свяда Филаретовского православно-христианского институции «Отец Георгий». Вы сказали, что можно про вас говорить, что вы были духовником Сергея Верницева. Возможно, думаю. Какие культурные новости у вас? Ну, я не могу отделаться от самого яркого впечатления. Буквально вчера вечером я был на декабрьских вечерах в Пушминском музее на замечательном концерте «Эмерсон-квартет». А из американский великолепно исполнял произведения Шумана, Брамса и особенно Шостаковича. Мне было особенно интересно то, что как американцы воспринимают Шостаковича. С одной стороны, чувствовалось, что они не вмещают его. Вот не было у них в истории того, что вдохновляло Шостаковича здесь и у нас в 20 веке. И вот как они буквально входили в какое-то потрясающее, почти мистическое состояние, пытаясь войти в глубину этой музыки. Потому что 12-й квартет струнный Шостаковича – это потрясающая музыка. Как интересно вы рассказываете про музыку. Напоминаю, что мы сегодня вспоминаем Сергея Сергеевича Аверинцева, которому исполняется 75 лет. Давайте посмотрим, у нас есть такой небольшой сюжет про этого гения. Сегодня философу, филологу, библеисту, поэту и переводчику Сергею Аверинцеву исполнилось бы 75 лет. Сергей Аверинцев не просто выдающийся ученый, он явление в русской культуре. Он многое объяснял и предвосхищал. Он был человеком эпохи. За одну из первых своих публикаций Аверинцев получил премию ЦК Комсомола за некоторые выступления последних лет признание Ватикана. Для Сергея Аверинцева был важен не строй, а дух. Пристальный интерес к тексту и универсальная эрудиция определили его путь еще во времена хрущевской оттепели. Он сразу приобрел известность в научных кругах. Тогда все говорили, Сережа Аверинцев – это тот юноша, который по философии и христианству читал все, чего никто не читал. Он исследовал различные пласты европейской культуры, от античности до современности, сделав ряд историко-литературных и теоретических открытий. Его увлекала греческая, латинская и ближневосточная словесность и эстетика. Он занимался ранневизантийской литературой и был одним из авторов философской энциклопедии и энциклопедии «Мифы народов мира». А еще он был педагогом в самом высоком смысле этого слова. Поэт-переводчик-филолог Ольга Седокова считает Сергея Сергеевича своим учителем и первым и главным авторитетом. Ольга Александровна – автор ряда лекций и биографических статей об ученом. Филолог, германист и ведущий научный редактор издательства «Российская энциклопедия» Юрий Попов работал вместе с Сергеем Аверенцевым над вторым изданием философской энциклопедии. Отец Георгий Кочетков – катехизатор, кандидат богословия и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, в попечительский совет которого входил Сергей Аверенцев. Мы поговорим про Аверенцев. Мне хотелось бы, чтобы вы не только говорили о нем, еще говорили о его идеях, о том, как они живут, о тех проблемах, которые его волновали, как мне кажется, вы меня поправите, если я буду неправ. Но у меня вот первый вопрос для меня самый важный. Кто хочет на него ответить? А зачем сегодняшнему миру нужны мудрецы вообще? Зачем сегодняшнему миру нужен мудрец? Он понят, что нужен, а зачем? Так меня, Ольга, удивлена. Я думаю, что это довольно странный вопрос, потому что без мудрецов, а наша цивилизация действительно выбирает такой путь, где как будто мудрецу не остается места. Ну и последствия из этого очевидны. Никто не может посмотреть на происходящее, во-первых, с некоторой отдаленной точки зрения, как смотрит мудрец, и с другой стороны, или с той же стороны, видя все в целом и в связи. И поэтому решения принимаются частично, ситуативно, и следствие из них ужасно. Так зачем тогда мудрец, если его не слушают? Нет, вот если бы он был и его слушали, то мы бы, я думаю, не оказались во многом случае в катастрофических ситуациях. Вы что-то хотите добавить? Нет, если считать, что мудрецы сегодня не нужны современному обществу, то это крайне печальный и неутешительный вывод о современном обществе. Понимаете, когда, вот, ведь когда, скажем, Ницше сказал, что Бог умер, он ведь говорил не о Боге, он говорил о том, что Бог умер в сердцах. Собственно, только так это можно было понимать. Это значит, либо мы умерли для Бога, либо они, соответственно, если мы умерли для Бога, то и для Бога мы умерли. Вот, поэтому, в общем, мудрецы всегда нужны. Нужны это не то слово, потому что, если мы не будем, если такого человека, не будет таких людей, то нас ждут какие-то очень катастрофические вещи. Ну, можно сказать, что мудрецов никогда не слушали, да, что вот были, скажем, бесы Достоевского, но, в общем, революция все равно совершилась. Вот, но мудрецы сохраняют адекватное сознание, которое всегда нужно и которое всегда потом, всегда оказывается нужным, и даже если это постфактум потом оказывается, что оно не имело каких-то непосредственно практических результатов, но потом все равно люди к этому возвращаются. Вот Сократ принял яд и был отвергнут афинским обществом, а потом это стало, до сих пор это является одним из родначальников всей, ну, европейской мысли. Скажите, пожалуйста, я то же самое, но чуть по-другому вас прошу, а мудрецу всегда должно быть неуютно в мире, ему всегда должно быть как-то не так, или это по-разному бывает? Знаете, мне кажется, что как раз жизнь Сергея Сергеевича Аверинцева была в этом смысле интереснейшим явлением, потому что, с одной стороны, он, конечно, всегда ощущал вот этот разрыв с тем, что соответствовало бы духу и смыслу жизни, а с другой стороны, он был почти культовой фигурой, все-таки в 70-е годы имя Аверинцева звучало с придыханием, ему в каком-то смысле очень повезло, его навсегда находилась достаточно большая аудитория, которая его слушала, Аверинцев мог сочетать вот этот дух, который свойственен мудрому человеку в действительности, и смыслы. Он находил эту гармонию смыслов, поэтому он делал удивительные развлечения, там, словесности, литературы, В его статьях и книгах в поэтике ранне-византийской литературы все построено на этих напряжениях, на этих развлечениях, которые как раз и свидетельствуют о том, что хотя и трудно воспринимать его мысль, его образы, часто сталкиваясь с вещами, которых никогда не знал, о которых никогда не слышал, не читал, И все-таки, и все-таки всегда вдохновляешься, и это оказывает влияние на мир. Вот Сергей Сергеевич мог оказывать влияние на наше общество. Это все-таки очень дорого. Кусанна, вот вы не раз говорили, что вы хотели бы считать себя учеником Аверинцева, мне кажется, так надо говорить, так неудобно говорить, что я ученик Аверинцева. А чему самому главному вы у него учились человечески? Да, почему я не могу сказать, что я в простом смысле ученица Аверинцева, я ему никогда не сдавала экзамена. Ученик – это тот, это связь двусторонняя. Да, это связь двусторонняя. Вот, и поэтому я только в другом смысле, конечно, ученица, хотя я слушала студенткой его лекции, потом уже позднее, можно сказать, наше отношение, можно их назвать уже дружбой. Особенно последние годы его жизни. Вот, чему он меня научил? Я думаю, что он меня прежде всего отучил от многого, потому что в эти годы мы оказались вот в этой самой пустыне советской культуры, за что, к чему было можно обратиться, где искать что-то. И, конечно, последняя, более-менее живая культурная ветка – это был поздний романтизм, это был рационализм, это была вот эта вот вся такая довольно тёмная стихия, ничего другого мы не видели. И только благодаря Сергею Сергеевичу и вот его мудрости, с которой вы начали, я поняла красоту разума, я поняла красоту добродетели, потому что всё это для нас, таких поздний романтических людей, было просто, ну, скучно, отвратительно. Он нам показал, что именно это красиво. Как можно показать красоту добродетели? Говоря о ней, говоря так, как он, приводя соответствующие высказывания других людей, но это не он приводил, я сама читала, например, Франциска Осийского по хвалу добродетелей. Кто их прочтёт, я думаю, навсегда полюбит. О, святая сестрица, терпение и так далее. Это замечательно. То есть он, просто вы говорите, он научил меня красоте добродетели. Нет, значит, это возможно. Он показал её, он учитель. Значит, это возможно. А потом дальше, если тебе показали уже твоё дело, ты будешь это исполнять. Ильяна, почему вы так улыбаетесь на наш разговор? Что мы делаем не так? Нет, нет, просто мне очень понравилось это выражение, да, научить красоту добродетели. Ну, вообще, я думаю, что чему, вот сейчас уже мы переходим, чем нам важен Наверенцев сейчас, чему мы у него можем научиться и чему он может научить нас сейчас. Не вообще, так сказать, мудрец, а вот именно веренец. Я думаю, что он учил, прежде всего, вот отец Георгий уже об этом немного говорил, различение духов. Вот различие, то, к чему у нас, в общем-то, всегда призывают районки. Это нам, простым людям, надо, чтобы вы объяснили, что это значит. Различить, различить, вот, какого духа, вот, человек, какого духа то или иное явление культуры, вот, какой внутренний духовный смысл явления. Потому что он ведь не был просто, он не был никогда академическим учёным, хотя, конечно, его образованность была необычайно высокой и разносторонней. Ну, тут уже понятно. А вот когда он во всех своих, ну, то, что можно назвать учёных статьях, выступлениях, он всегда как-то показывал внутренний смысл этого явления, который, может быть, не виден на поверхности. Ну, когда он даёт анализ какого-нибудь поэта, разбирает, разбирает, он показывает какой-то скрытый, вот, сейчас скрытый смысл, так сказать, этого произведения. Он, или разбирает какую-то концепцию. Ну, спрежим, когда он пишет о Шпенгеле, который, конечно, в чём-то даже, он, опыт которого, конечно, он освоил в своих работах, он в то же время показывает, почему, скажем, нельзя рассматривать культуру как организм. То есть, вот, даёт, выявляет вот эту недостаточность такой вот биологической метафоры в применении к истории культуры. Ну, можно... А культуру надо рассматривать как? Можно я скажу, что это одно из его направлений, как раз в сражении с духами века сего, это механицизм. Это даже не столько биологизм, а то, что можно представить культуру как замкнутые целые, в которых всё обусловлено. Он всегда отстаивал вот эту позицию, что там, где мы имеем дело с человеком, есть область свободы. В культуре есть область свободы. А писать складно можно, как Шпенглер, целиком вот некоторую формацию. Но в ней всегда есть свобода. Если мы имеем дело с человеческим феноменом, там есть свобода и важен выбор. А что такое свобода культуры? Ну, свобода, вы знаете, это... Люди, я думаю, не очень большого таланта себе объясняют, что если я пришёл, допустим, в музыку, в живопись, в словесность, вот в такое время, когда принято то-то, 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 все знают, что принято, что не принято. Конечно, его дело погибло. Свобода есть в том, что при всем том, мы можем выбрать совершенно неожиданно. А от чего художник, в широком смысле слова, вопрос ко всем, от чего он не свободен? Ну, то, что художник должен быть свободен, понятно. Но он, наверное, от чего-то не свободен или он свободен от всего? Ну, как можно быть свободным от всего? Нельзя. Или, скажем, я бы так, можно сказать, какая зависимость не стыдна? Ну, там понятно, что зависеть от царя стыдно, зависеть от народа стыдно. А от чего не стыдно? Ну, это уже не называется зависимостью, я бы сказала. Зависеть от совести – это уже не зависимость. Это связь. Это связь. Как только художник совершает, и мы знаем это по множеству биографий, совершает что-то такое, что действительно приходит в противоречие собой совести, у него пропадают творческие дары или портят. Это такая прямая связь? Конечно. Это такая прямая связь, прошу его священника, между тем, что ты живешь по совести, и тогда тебе Бог дал талант, ты живешь по совести, он реализуется. Перестаешь жить по совести, талант перестает реализовываться? В каком смысле, да. Талант очень легко потерять, безусловно. И как раз было бы очень интересно подумать о том, от чего зависит твой талант. Будет он раскрыт или он будет потерян? Будет он талантом злого гения или талантом, обогащающим дух? А гений и радисты, которые еще совместны? Ну, это классика. Нет, ну, как вам кажется? Я думаю, нет. Я тоже уверена, что даже не только гений, но сильно выраженный талант. Со злодейством мало совместен. Гений не может быть злым? Гений не может нести зло в мир? Ну, я не знаю, может быть, из него могут черпать зло, но, собственно, сущность его, конечно, другая. Да, да, да. Это уже другой гений. Это уже как бы в другом смысле слово «гений». Да, и потом под совестью тоже я хотела бы уточнить. Я не имею в виду, и такого вообще никогда не бывало, чтобы художники, даже мыслители были бы какими-то морально безупречными людьми. Видимо, они не за это отвечают. Вот Бонхёфер писал насчет Гётея, что у нас слишком примитивное развлечение грехов. Мы заодно будем судить крестьянина и Гётея. Крестьянин изменил жене, это одно. Гётея изменил жене, это, естественно, тоже грех. Но в его случае есть другая измена. Вот там, где он её совершит, художник, там всё и сломается. Подождите. Ну, это пока не требует поэтов священной жертвы Аполлона. Так получается, что гения позволено больше? Не позволено, ему меньше позволено. У него очень строгая диета, можно сказать, но она другая. То есть он в искусстве не имеет права приспосабливаться к тому? Пожалуй, да. Это в каких-то житейских делах там могут, это уже другое. Но когда он творит, когда он создаёт, он не имеет права идти против... У него есть понятие художественной совести и... У меня задела цитата про Гётея. Получается, что Гётея в быту позволено больше, чем крестьянину? Нет, не позволено. Объясните. Просто кого что больше спрашивается? С крестьянина надо спрашивать исполнение, во-первых, там, супружеской верности. И Гётея ничего хорошего не делает, если он нарушает. Но всё-таки здесь он ещё не погибнет, как художник. Он погибнет в другом месте, где он... Я думаю, для художника самая страшная вещь – это конформизм. Где он совершит конформизмскую ошибку, то всё. Отец Георгий, вы всё время хотите мне что-то сказать? Потому что какие-то я слышу, раздаётся справа от меня. Пожалуйста, ради Бога. Нет, я просто с интересом слушаю этот диалог. Мне кажется, очень важно, во-первых, то, что идеальных людей не существует. В Писании известные слова в Новом Завете говорится, если праведник едва спасается, то грешник где явится. То есть праведник, он праведник, но он едва спасается. В том смысле, что он не идеал, он не ангел. Хотя и в ангелах могут быть какие-то не только светлые моменты. И это очень важно понимать, что мы ищем не идеалов. Мы ищем живой жизни, в которой вот эта вот красота добродетели проявляет себя каким-то нелинейным образом, как-то особым. Вы знаете, мне кажется, правильно, что мы, вспоминая веренцев, говорим про какие-то важные вещи. Потому что, мне кажется, это и есть воспоминание человека, когда мы, говоря о нём, говорим о том, что нас очень волнует. Но я думаю, будет не менее правильно, если мы сейчас посмотрим. У нас есть маленький фрагмент из фильма «Свидейство красотой», в котором Сергей Сергеевич читает свои стихи. Давайте посмотрим этот фрагмент. Позже слова отбегают от утлого жилья человека К чувству нашему плотскому Неразгаданно безучастны Но глухонемом безлюдье Как псы одичалые воют Лучше им к тебе возвратиться К твоей приникнуть, святыне Ты видишь, мы стоим пред тобою Последние меж песнопевцев И окрест простёрлась пустыня Смутные мороки витают Господи, как в немощи детской У самого истока речи Да будут слова наши тяжкие До краёв молчанием исполнись Мы молимся к тебе, слово В начале бывшая у Бога Выговаривающая без речи Безмолвия его глубины Победи силою твоею Беса глухого и немого Подай несмутимую внятность Благую членораздельность Какое удивительное владение русским языком Помимо всего прочего Какое-то просто совершенно удивительное Отец Георгий, я вас хотел... Я прекрасно понимаю, что смерть не уничтожает тайну исповеди Я вас не спрашиваю, естественно С чем приходил Аверинцев Меня интересует... Какие проблемы его волновали в последние годы? Он приходил к вам, чтобы поделиться чем более всего? Ну, я, прежде всего, должен также сказать Что вот так вот назвать в обыденном смысле слова Себя духовным отцом Для Сергея Сергеевича Аверинцева я не решаюсь Потому что, да, он исповедовался Он приходил, он часто бывал в нашем храме на богослужении Более того, он проповедовал в нашем храме И служил в алтаре у нас Это потрясающе было, когда Академик Аверинцев в стихаре Это делал Но... И он всегда говорил о том, что его волнует И в этих словах Которые были скорее такими медитативными размышлениями Не просто проповедями В обыденном смысле слова Каким-то нравоучением Нет, ведь известно, что он был чрезвычайно скромным человеком То, что его волновало Не знаю, мне кажется, что его всегда волновало Вот это несоответствие жизни Той духовной задачи, которая сейчас стоит перед людьми И в нашей стране, и за рубежом Последние годы он большую часть времени Проводил в Австрии, за рубежом Потому что он там читал лекции Приезжал сюда только на лето И он никогда не эмигрировал Слава тебе, Господи Но его интересовало все Вот удивительное какое-то многообразие Он с одинаковым интересом мог говорить И о тайне Вены Как гордо Какого-то, ну, какого-то, не знаю Духовного образования В его современном состоянии Со всеми противоречиями Он мог ехать в машине И, смотря на наши рекламы Тут же реагировать Мгновенно В каком духовном состоянии Находится наш народ И наша церковь И наше общество И государство И при этом у него все это носило Какой-то потрясающий личностный характер Это никогда не было просто умственным размышлением Я был всегда потрясен Его ассоциативными какими-то рядами Поэтому вот так вот Однозначно ответить Что волновало Аверинцева Мне кажется Да, да, да Боюсь, что молочи Я понимаю, что Но и эта передача Она расскажет Тут вот такой человек огромный Я когда готовился к передаче Я смотрел работы Аверинцева И выступления его И там несколько вещей меня поразило Например, меня поразило Как он четко сказал Для меня интеллигенция Что-то вроде сословия Цеха гильдии Очень понятно При всех наших бесконечных Спорах про интеллигенцию Четко совершенно сказал Очень четко и внятно Как-то само собой разумеется Знаете, многие вещи Которые вам кажется Собой разумеющими Мне, например, так вот Мне нужно до этого дойти Я думаю, что я не один ног В этом смысле Меня интересует Я не знаю, кто из вас ответит А вот сегодня у этого цеха У этой гильдии Какая-то есть роль? Сегодня интеллигенция Играет какую-то роль в обществе? Если играет, то какую? Если не играет, то почему? А что, мне кажется Это не очень сложный вопрос Это сложный Знаете, почему? Потому что сейчас Вряд ли кто-нибудь может сказать Что он обозревает Все, что происходит В советское время было гораздо легче Все было виднее Теперь каждый видит свой фрагмент И поэтому очень трудно обобщить Мне кажется Я, конечно, прошу прощения Это тот фрагмент, который мне виден Я, надо сказать, с радостью вижу Какое-то возрождение Интеллигенции буквально последние года два Потому что до этого Можно было только скорбеть В 90-е годы Ну, если уж начинать Советская интеллигенция Все, что говорила об этом Солженицын Ладно, но Что-то оставалось А в 90-е годы Образовался тип Скорее западного интеллектуала Чем Русского интеллигента Немножко отличный тип И такой Как бы очень отделенный Профессиональный человек Который Ну, в общем Не занят Общим И вот Я думаю, что сейчас И вот В московских новостях Проходит конкурс Новая интеллигенция Слышали? Вот это новая интеллигенция Она появилась Как-то зародилась Сама собой Это действительно люди Цеховые Сословные То есть просто образованные люди Без всяких других претензий Которые занимаются Филантропией Волонтерством Этого у нас не было совсем Это буквально появилось Последние годы Два-три Это сейчас делает интеллигенцию? Да Сейчас это всего очевиднее Не умственная работа Я не вижу больших Интересных достижений Интеллигенции В этом смысле Но то, что она становится Началом Который гуманизирует общество Это факт Как интересно Это тоже вам кажется Естественно А мне кажется Это же очень интересно Я говорю, что это мои наблюдения Что если смотреть на то Что пишется Печатается То как раз здесь Ничего особенно интересного Я не Эпохального Я не нахожу А вот эта перемена От сопротивления Интеллигенция Всегда была Таким сословием Сопротивляющимся Режиму Правилам И так далее К Филантропическому Волонтерскому Стремящемуся делать Добро На обозримом Пространстве Это для России Совершенно Это очень интересно Такое Что-то хотите сказать По этому поводу Ну это вот Я хотел немножко К этому присоединиться Потому что это действительно Такое поразительное явление Последних На последних лет Это возникновение Каких-то таких Вот Альтернативных Негосударственных Таких образований Которые делают То Чего государство Не делает Вот Разный тип Это волонтерство В том числе Есть волонтерство Которое занимается Поисками Исчезавших людей Это просто Чисто общественная организация Хотя этим вроде бы Должны были бы заниматься Какие-то Ну какие-то Социальные институты Вот Ну конечно В советское время Это все было очень четко Там была Вот Интеллигенция Вот Та самая Денька Который в общем-то И обращался Часто Обращался Вельминцев И Для которых он был таким Вот Ну Глашат Им Это Было понять Сейчас Сейчас Отчасти Вот действительно Происходит Некоторое возрождение В связи с тем Что сейчас В жизни какие-то Есть некоторое Такое Может быть карикатурное Но Возрождение Каких-то Вот Советских реалий И соответственно Возрождение Вот этого Какого-то Такого Противостояния Потому Потому что 90-х годах Думали Что Когда Уже Все Что Действительно Уже Эта Интеллигенция Уже Конец И Вот Превратиться В сословие Интеллектуалов Вот На Западный Манер Что Это Исчезает Такое Традиционное Российское Явление Начинать С 19 Века Когда Возникло Собственно Это Понятие Она Прямо Так Интеллигенция Меняется Так Сильно То Что Вы Рассказываете Такое Серьезное Изменение Интеллигенции И роль Ее И саму И суть Да Вот Просто Вот Даже Знаю Таких Знакомых Которые Собираются Скажем Организовать Сбор Помощи Сбор Денег Для Для Больных Детей Находящихся На разных Самых Тяжелых Раковых И прочее Просто Сейчас Тем более Это еще И Интернет И вот Социальная Сеть Еще Как-то Способствует Конечно Такой Быстрой Консолидации И Так же Конечно Какие-то Формы Изменяются Но Вот Какой-то Вот То Что В 2000 Годах Как-то Это Или Может Концент Вот Этого Первого Десятилетия Это Появилось Вот Это Поразительный Такой Феномен Но Это Опять же Фрагмент Я Хотел Вас Попросить Прокомментировать Фразу Аверенцева Которая Меня Заставила Задуматься Я подумал Слава тебе Господи Что придет Отец Георгий Я спрашиваю Потому что Это Правда Удивительные Слова Поскольку Вера Ценнее Всего Остального Она Опаснее Всего Остального Говорил Аверенцев Это Мне кажется Во-первых Невероятная По своей Мощи Мысль Но Она Требует Объяснения Вы Совершенно Правы Ведь Вера Это Прежде всего Если Всерьез Об этом Говорить Это Некая Характеристика Внутренней Сердечной Духовной Открытости Человека Или Какого-то Сообщества И поэтому Она Очень легко Может Выродиться Или В суеверии Или В какой-то Фанатизм В какую-то Такую Ложную Веру И поэтому От веры Очень много Зависит Не случайно Опять же В Писании Говорится Все что не По вере Грех Все что не По вере То есть Когда человек Теряет Любовь Мы понимаем Что человек Обездолен Но мы Еще Очень плохо Понимаем Что когда Человек Теряет Веру Он Обездолен Более того Мы плохо Понимаем Что есть Качество Веры Как есть Качество Любви Или Качество Свободы Таких Самых Фундаментальных Важнейших Понятий Человеческой Жизни Человеческой Экзистенции И Поэтому Отсюда И опасности Малейшая Ошибка Промах Провал В этой Области Конечно Очень опасен А как понять Качество своей веры Как верующему Человеку Людям ведь иногда Кажется Что если они Соблюдают Все Ну Все посты Если они Каждают И так далее То они значит Верующие Это же наверное Не так Как понять Свою веру Вот как понять Насколько твоя вера Сильна А вот Ну во-первых Если сильна То будут Соответствующие Плоды Всегда все Духовные вещи Как оцениваются Их по-другому Нельзя оценить Чисто рационально Не оценишь Такой шкалы Такого Духометра Не существует Существуют Плоды Веры И существуют Какие-то духи Вот Мы снова Приходим К той проблеме Различения духов О которой Вначале Упоминал Юрий Николаевич И Вот это Чрезвычайно важно Что мы Отвечаем За это Качество И мы можем Судить О своей вере Очень опасно Судить О вере Другого человека Это требует Это очень сложно Это так же Как судить О любви Другого человека Можно Но очень трудно И тоже опасно А вот Так же И о вере Современность Наша Страшно часто Бывает тем Что Как раз Веры Не хватает И доверия Не хватает Не хватает От простой Открытости Друг к другу Мы иногда Готовы быть верующими В каком-то таком Антологическом Смосте Слово Но Не готовы Доверять Не готовы Давать авансы Веры А скажите Вы как люди Которые знали Сергей Сергеевич Он Я с ним Виделся Один раз У него Браун Тринч Я был потрясен Естественно Мощи Но я его Не знал Совсем Он Был Вот он Предводит Впечатление Очень строгого Такого человека Вот когда Вот смотришь Его И к стихе Он считает Он был Сам Открытый Человек Или закрытый Человек Он Принимал Людей Которые К нему Приходят Или он Жил Ком В своем Мире Нет Конечно Он Принимал И даже Очень Неожиданных Людей Не тех Которые К нему Приходили Он Часто Заводил Разговоры На улице И в трамвай Всегда был Готов Поговорить И готов Сам подходил Сам конечно А как он Ну И он Продолжал То же самое Делать В Вене При мне Он Со своей Лифтюршей Начал Разговаривать И читать Я из Вагнера Из Фурнитура Вагнера Что-то Это он Всегда делал У него Был Просто Такой Врожденный Врожденный Инстинкт Вот Делиться И Как-то Я Я даже Писала Об этом Как мы Встретились С ним На улице Горького Тогда еще Тверской И Кругом Шли Такая Советская Тяжелая Довольно Бессмысленная Жизнь А он В это время Стал Заниматься Восстановлением Арамейского Уртекста Евангелия И Значит Рассказывал Мне Какие-то Новости Которые Оттуда Узнала Говорит Вы знаете Я так Показываю Рукой На всех Идущих Мне Каждому Каждому Это Хочется Рассказать Каждое Знание Которое Он Получил Ему Сразу Хотелось Рассказать Конечно Он Был Очень Открытым Человеком Вообще Тоже Сказать Что Общение С ним Было Праздником Всегда Было Праздником Именно И праздником Ну Прежде всего Конечно Вот Такой Живой Нетривиальной Мысли Он Вообще Постоянно Находился В размышлениях И постоянно Готов был Об этом Как-то Говорить И Он Часами Мог Просто Импровизировать Вот И Причем Тема Этих Размышлений Было Все Что Угодно Это Были И Образы Мировой Культуры Истории Это Были Ситуации Повседневной Жизни И Скажем Вот Поведение Речи Современников Или Там Официальная Риторика И жесты Власть Придержащих Они Всегда Как-то Просматривались Сквозь Архетипические События Я хочу Понять Вы Вы Написали Одно Название Книжки Человек Написал Книжку С таким Названием Порядок Космоса И Порядок История Мировоззрения Раннего Средневековья Вот человек Может написать Вот он При этом Жил Не в прошлом А в настоящем Тоже Он все это Видел Он был Конем Мы же не знали Он не был Таким затворником Который сидел Писал про космос В раннем Средневековье Даже Знаете Я бы сказала Что может быть Я не знаю Как в юности Может в юности Он был совсем Чнижный мальчик Я его естественно Тогда и не могла Знать Но дальше Часто исходной Точкой Была современность Оттуда он Начинал путь К Византии Говорил например Почему я занялся Аристотелем Потому что почувствовал Что в российской истории Не хватало Аристотеля Вот Зенитерная голова У человека А вы когда с ним Разговаривали Это были разговоры Про умное Я сейчас Извините Такое слово Или могло быть Про все Нет Про все на свете Про все на свете Нет Он жил Вполне В современности Поэтому Так как Конечно У него При богатстве В ассоциации Он всегда мог Какой-нибудь Современный Там событие Какое-то просто Такое будничное Происшествие Как-то Ввести в какой-то Такой широкий Ассоциативный ряд Тут же привести Какие-то примеры Из истории Вот Но нет Он жил Абсолютно Вот Конечно Он Как говорил Что Конечно он был Наверное Более замкнутым В какие-то школьные годы И он сам говорил Что он как-то Постепенно становился Все более раскованным Вот в школьные годы Казалось Что вообще Все как-то так зажато Что ничего уже не будет А потом Вот когда уже В застойное время Когда собственно Вот и он Так сказать Вышел вот Так на широкую Трибуну Он становился Все как-то более так Раскованный Раскованный И в статьях Даже в его Это ощущалось Что сам стиль Он становился Более свободным Гораздо Чем скажем В первых таких Многим кажется Что этот человек Который Большую часть жизни Прожил при советской власти Он ушел в историю Но чтобы вот Не участвовать Во всем этом ужасе Который Это не так Нет Совершенно не так Это человек Который А тогда что он делал Он тогда Аристотеля приводил в Россию Он старался поправить положение Которое здесь есть И он Мне кажется Нашел одну Очень хорошую формулу Как он назвал Свою деятельность И поведение Близких ему людей Нарушение Общественного неприличия Я хотел у вас Отдельно про это спросить Да Потому что все что было Выглядело неприлично Эти слова Эти мысли А нарушение Общественного неприличия Чем? Приличие А приличие в чем? Как? Во всем Добросовестной мыслью Отчетливым поведением Развлечением Всего на свете Не даром Слово развлечения Появляется Оно для него Очень важно Вот Непозволением себе Никакой распущенности Лени Безобразия Уныния Между прочим Вот что меня поражило Он всегда был радостный Любой с ним Обмен взглядами Он как бы В его глазах Всегда была какая-то Такая хитроватая радость Он был веселый человек Да А веренцем Радостный Да Это постоянный юмор Постоянно присутствует Вообще Человек был большого юмора Скажите пожалуйста Вы рассказывали Я не знаю как это называется Вы скажете что это не совсем проповеди То с чем он выступал в церкви Значит были люди которые его слушали Как они реагировали? Замечательно Как? Скажите как? Что за люди и как они реагировали? Его проповеди конечно были довольно длинными Но это немножко еще академическая привычка Я полагаю Но И когда он первый раз произносил проповеди Это действительно было похоже на лекцию От которой можно было Под конец немножко устать Просто потому что мыслей много Образов много Знаний много И не все привыкли в храме К такой концентрации Но Но Со временем Сергей Сергеевич Стал говорить Такие проповеди Которые зажигали всех Буквально Он выходил На проповеди Вот в этом стихаре Красивом И Говорил совершенно Замечательные проповеди От которых нельзя было Вообще оторваться О чем? Ну Например Ну например Ну например Во время венчания О браке О таинстве брака Потому что Не так легко Истолковать В наше время Эти вещи Где так много Противоречий Ну например О том Что надо В браке Быть терпеливым И что Как раз Доброе вино Сберегается До конца Иногда является В начале Брачной жизни Это может быть Еще водичка Чувственные вещи Какие-то Такие мечты А в конце жизни Это может быть Как раз Концентрированное Доброе вино И вот этот образ Вошел Буквально Вошел в жизнь И так было Каждый раз У него Есть даже Издан сборник Проповедей Сергея Сергеевича Нашим институтом И Нашим братством Перед которым Собственно Он и Выступал И в котором Потом вошел Непосредственно Он очень хорошо Знал Что его будут Слушать И будут Стараться Понять адекватно Скажите пожалуйста У меня там вопрос Не как как священника А просто как Комного человека Как вам кажется Зачем это было Нужно Аверинцеву Это же В общем Серьезная работа Это же Понятно Что он не приходил И значит Он как-то к этому Готов Это серьезная работа Зачем ему это было Надо Чтобы именно в церкви Вот людям А знаете Вот как раз То что сейчас Ольга Александровна Говорила Вот об этих Различениях И о Во внутренней Какой-то вот Удивительной жажде Общаться Сообщать Людям Делиться Вот это лучше Делиться У него было Какой-то внутренний Видимо дар Просто дар Это был внутренний Глубинный дар Вот такого Ну я не знаю Передаст ли слово Свидетельство Адекватно То что переживал Сам Сергей Сергеевич Но было видно Что ему Действительно Не только есть Что сказать Он знает Как сказать И кому Почему такая Он же Ну так вот Если какие книжки Кабинетный ученый Понятно У него в жизни Он не в жизни Да Он в жизни Я бы не сказал Что бы нашли Все-таки Жизнь для него Была важнее всего Поэтому он мог Менять свои Какие-то представления У него Чрезвычайно Интересный Генезис Его Некоторых Идей Это Интересно Поэтому читать Его работы Разных лет Он действительно Всю жизнь Искал Он искал Веру Он искал Вот эту гармонию Веры и жизни Ему это было Нужно Он этим жил сам Это не было Конечно Работой Да Вот я думаю Что действительно Он просто Делился с тем Не то что Вот он должен Специально В проповеди Как-то так Вот съесть И долго думать Это присутствовал В нем внутри Проблема может быть Только была в том Чтобы найти Какой-то адекватный язык Вот найти язык Чтобы именно Эти люди Подняли Вот то что А содержание В нем это есть То есть он просто Делился с тем Что уже его переполняло Здесь нет Тут единственный раз Когда мы с ним Отвечались Он говорил о Византии Так Как будто Он не просто там жил А он там В общем родился Жил И было понятно Что тема Византии Для него какая-то Ужасно важная Может потому что А что такое Он там искал Вот вы говорите России не хватало Аристотеля Понятно А Византии России зачем Византии Это надо сказать Один из Этапов его Мысли Потому что Потом Он от Византии Перешел к библистике Ну в общем Как Хотя бы Почему она была важна Как источник Российского православия Как мир смыслов Заданный Для восточного Христианства Это все Византия Основные понятия Эстетики Богословия Гносеология Все складывалось там И перешло Потом В русскую традицию Во всей Православной традиции Да Но вы знаете Не только Византии Мне рассказывали Европейцы Из разных городов Допустим Приезжают В какой-то Маленький Немецкий город И он ведет Экскурсию По этому городу Приехав Первый раз Так что Местные жители Удивляются Он знал Все Когда мы шли По Париже Он рассказывал Про каждый этаж На каком этаже Кто жил То есть Это не только Византия Он весь мир Так знал Византии Только Одним из Приложений Я еще хотел Немножко добавить Вот к тому Что сказал Отец Георгий Вот по поводу Проповеди Дело в том Что в каком-то Смысле Какими-то Прекровенными Проповедями То есть По своему Результату Были Его многие Энциклопедические Статьи Хотя они писались В каноническом Жанре Энциклопедической Статьи Но скажем Статья христианства Это действительно Была такая Энциклопедическая Статья В то же время Одновременно Это была И вдохновенная Проповедь Но проповедь Не прямая А проповедь Просто тем содержанием Которое в ней содержалось И что интересно Вот просто О воздействии Ну тогда У нас появился Новый Главный редактор Издательства Который собственно Пришел Чтобы тут Как-то искоренять Крамолу И на каком-то Собрании он рассказал Что вот Это было как Такое Обвинение Что вот Статья христианства Написана Главоко верующим Человеком Значит На собрании Вот Тем не менее Даже он признавался Что ему было интересно Читать Вот какое Вот сопоставление Вот там были образы Сократа Вот как умер Сократа Как умер Христос Вот И там были скажем Как вот Будда Вот как приходит Мир Будды Как приходит Христос Вот Будда Царский сын А Христос А Христос Приходит просто Вот там Да Вот эти ясные Вот Вот ему даже Это как-то затронуло Хотя Человека совершенно Так сказать Другого направления Наоборот Вообще Пришедшего Вот такое Неожиданное Я думаю Что вот Впечатление Которое он проводил На самых разных людей Совершенно другой человек Я думаю Не только у меня У всех Вот от ваших разговоров Вообще У него интонация Была что-то Такое обезоруживающее Даже вот для людей Недоброжелательно К нему относившихся Скажем Вот Ну Он конечно Когда вот Обращался к собеседнику Говорил Ну как вы конечно Это знаете Как бы извиняясь За вот свою эрудицию И подальше Он излагал то Что конечно Собеседник Ничего об этом не знал Вот Мы сейчас должны На буквально там На две минуты Прерваться В каком смысле У нас есть интернет Обозреватель Алексей Черепанов Доброе утро Доброе утро Пишут ли люди Об Аверинцеве В интернете И что они пишут Андрей Ну пользователи сети Цитируют И пишут О самых разных работах Сергея Аверинцева Например Об их тени О символе О Софии Логосе Даже публикуют И перепечатывают Его стихи А пользователь Живого журнала Тамара Фавор Набрела Как она сама Выражается На мысли Сергея Сергеевича Аверинцева Восхитилась И опубликовала У себя В живом журнале Жизнь Есть рыцарское Приключение Исход которого Совершенно неизвестен Именно поэтому Жизнь следует Принимать С великодушной Веселостью Или Кто разучился Благодарить Для того Скоро все Станет невкусным А в августе Этого года Случилась одна история Практически Детективная Произошла Хакерская атака Взломали Самый большой Российский Файлообменник Крутрекер Точка Орг Хакеры поставили Переадресацию И пользователь Который пытался Зайти на сайт Файлообменника Попадал на страничку Со статьей Сергея Аверинцева Моя ностальгия Неизвестно Что хотели Этим поступком Сказать человечеству Начитанные хакеры Но статья Аверинцева Повествуется о том Что в жизни В общем-то Не осталось Места подвигу Или как писал Сам Сергей Сергеевич Нет даже Претензии На Значительность Значительность Вообще Значительность Как таковая Просто улетучилась Из жизни И стала Совершенно непонятной Ее отсутствие Вдруг Принято всеми Как сама Собой Разумеющаяся Здоровая Норма Конечно Бесовски ложная Но абсолютно всерьез Заявленная Претензия На значительность Сопровождала Войны, революции И другие кровавые вещи Но В том-то В том-то И ужас Что сегодня Люди Могут сколько угодно Убивать и умирать И сколько бы ни было Жертв Это все равно Ничего не будет Значить Объективно Не будет А Веринцев Приводил Стихотворение Бродского Который Иосифа Бродского Который развивает Мысль Томаса Стернза Эллиота О том Что мир Кончится Не взрывом Но всхлипом Это хуже Чем грохот И знаменитый всхлип Это хуже Чем детям Сделанное Бобо Потому что За этим Не следует Ничего Статья была Написана В 95-м году И за прошедшие 17 лет Симулякров В нашей жизни Стало еще больше Может быть Хакеры-филологи Пытались привлечь Внимание Именно к этому Когда ставили Переадресацию С Рутрекера На статью Аверинцева И надо сказать Многие пользователи Сети Прочитали эту статью Кстати Отличная статья От Аверинцева На сайте Газета.ру Пишет пользователь Глюкоген Но не работает Файлообменник Да и черт с ним Лучше Аверинцева Оставьте Да читать-то вы Не любите Что ли Спрашивает Глюкогена Пользователь Незнайка На Рутрекер Весь Аверинцев В ПДФ Лежит Еще одно мнение Пользователь Бастадон Пишет Россия Это новая Недостаточно Помнит своих Гигантов Мыслителей Совсем Недавнего Прошлого Которые Давали Нравственный Ориентир Своим Личным Примером Одним Из таких Мыслителей Был Сергей Сергеевич Аверинцев И из-за Этого Беспамятства Пользователь Бастадон Выводит Нынешние Проблемы России Андрей Спасибо большое Мне кажется Самое главное Что читатели Интернета Помнят Аверинцева И по его поводу Высказываются Я хочу У нас уже очень мало Остается времени Я хочу вас спросить Я в работах Аверинцев Очень много нашел И он Его очень волновали Как я понимаю Проблемы чеческого взаимопонимания Проблемы того Чтобы люди Уже понимали Как вам кажется А что мешает нам Понимать Что более всего Мешает нам пониманию Разобщенность А как И это преодолеть А что делать Надо же что-то делать Или нет Надо готовить себя К общению Общение Невозможно Без самодачи Тут целое поле Таких Великих Каких-то Понятий Традиций Вы говорите Очень серьезную вещь Общение Невозможно Без самодачи То есть Общение Это не просто Такие разговоры А это Некое такое действие Да Конечно Конечно Всегда Это и глубоко Внутреннее Но обязательно Воплощенное действие Естественно И я думаю Что Отчасти Интеллигенции Не хватает Вот этой Способности Общаться И быть вместе Несмотря на разные Различия Противоречия Несогласия И так далее Люди должны Научиться Жить вместе Одна из больших Бед нашего народа На мой взгляд Заключается в том Что люди Разучились Жить вместе Быть и жить вместе А поэтому Они не общаются А вам кажется Что это можно научиться Да Но лучше Иметь хорошие примеры Сергей Сергеевич Один из Замечательных примеров Вот как раз Такого Возможности Вступить В общение С любым человеком Правильно ли Я понимаю Я вам серьезно Что для меня Совершенно изменился Облик этого человека От ваших рассказов Правильно ли я понимаю Что ему нравилось Не вещать А общаться Конечно Мало того Что Он готов был Выслушать Но он Учил Действительно учил При мне Человек Который пишет Говорит Вы себя не переспрашивайте Нужно писать так Что вы представляете себе К этой вашей фразе Будет поставлен вопрос Вы можете ответить На него Офещание Это как раз Отсечение Этой ситуации Переспрашивание Он говорил Всегда Мы должны Себя переспрашивать Он любил Не делиться Своими мыслями Он очень хотел Именно поделиться Вот с тем Что Была необходимость Да Была необходимость Поэтому он мог И проповедовал И говорил С любыми Он мог действительно Вступить В общение С любым человеком И поделиться Вот тем Что его Не остается Сказать огромное Спасибо всем Кто к нам пришел Ольга Александровна Седокова Поэт Философ Писатель Кандидат Филологических наук Юрий Николаевич Попов Филолог Германист Ведущий Научный редактор Издатель Российской энциклопедии Отец Георгий Ректор Святой Филаретского Православного Христианского Института Спасибо вам Огромное В первую очередь За то Что великий Сын России Аверинцев Давайте называть Раз в жизни Великий сын России Стал понятнее Стало понятнее Что это был Очень живой Замечательный Чудесный Живой Общительный человек Вот за это Вам огромное спасибо На этом я Андрей Максимов С вами прощаю Всего доброго До свидания Пока